Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 28 февраля, вторник, и сегодня у нас очень много всевозможных событий, на которых я вкратце становлюсь, потому что их слишком много, а потом мы попытаемся свести их как-то в единую картину, чтобы понять, куда мы движемся. Но сначала я хотел бы вернуться к своему предыдущему видео и выразить восхищение тем, как быстро вы нашли это видео, поделку пропагандистскую Кремля или кремлевских спецслужб под названием «Кэтч» или «Ловушка-22». Особенно меня порадовали те баталии, которые развернулись в комментариях к этому видео. Некоторые зрители мне написали, что я, наверное, ошибся, когда я анонсировал в своем предыдущем видео, что под вот этой подделкой «Ловушка-22» там было вот к утру, перед тем, как я начал записывать свое предыдущее видео, там было всего 667 просмотров. К концу дня их стало около 750. Насколько я понимаю, это значительная часть моей аудитории зрительской. Ну а там и кремлевские боты подтянулись. Как я понял, просмотрев некоторые комментарии на том сайте. Боты кремлевские понесли сокрушительное поражение. Сарказм, сарказм здравомыслящих людей вообще и моих зрителей в частности был непобедим. Просто непобедим. Но ничто не проходит так просто. В отместку кремлевские боты в массе своей роем, массированным роем высадились на моем десанте и отложили свои личинки. Моему сыну пришлось потратить, ну, наверное, минут 40 своей жизни для того, чтобы веником их всех убрать. Но это так. Значит, хочу еще раз объяснить, что вот это видео, это предназначилось для орков, для путинской быдломассы, с тем, чтобы их подготовить вот к тому, к чему, к тем выводам и предложениям, которые там были сделаны. А вот Сирионе, о котором я сказал, практически, ну, я, конечно, не все комментарии на своем сайте просмотрел, но те, которые увидел, имя Сирионе не угадал практически никто. Но это неважно. Сирионе, в отличие от ловушки 22, он вещает в основном на западную аудиторию, на интеллектуалов. Хотя сам он, конечно, далеко не интеллектуал, ну, по нормальным таким оценкам. Хотя считает, безусловно, себя таковым. Ну, а по путинским, по кремлевским масштабам, так он может быть даже и крупный мыслитель. Но, однако, перейдем к сегодняшнему дню. Сегодня, 28 февраля, закрывается окно возможностей, которые предсказывали западные аналитики для российского упреждающего удара в Украине по ВСУ. Упреждающего, потому что ожидается, ну, помощь американская, натовская, она идет, но нужно время. И предполагается, что более-менее в полном объеме она поступит где-то к концу марта месяца. Поэтому вот у России, у Путина образовалось окно возможностей примерно так дней на 10 с 20 февраля по вот примерно сегодняшний день до начала распутицы, чтобы нанести свой удар. Его не состоялось. И, по мнению западных аналитиков, это свидетельствует о очень печальном состоянии вооруженных сил России, что предвещает ее поражение в предстоящей весенне-летней кампании. Но, однако, к этому мы подойдем немножко дальше. А сейчас основная тенденция. Сейчас разгорается ожесточеннейшая психологическая, информационная, пропагандистская борьба. И не только борьба, не просто это разговоры, а борьба за влияние между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Ну и недавний документ о позиции Китая по поводу возможного регулирования в Украине играет в нем существенную роль. То есть китайцы как с любимым дитя с ним носятся, хотя практически вся Западная Европа это уже отвергла. Да, собственно говоря, и те голоса, которые доносились до сегодняшнего дня из Кремля, особой радости Пекину не должны были доставить. Вот, например, Инсайдер, издание Инсайдер вчера сообщило, что Россия отвергает мирный пролонг Китая в отношении войны в Украине. При этом ссылается на интервью или заявление Пескова, который сказал, что мы уделили очень большое внимание этому предложению или позиционному документу. Мы его рассмотрим, но мы пока не видим тех элементов, которые считаем необходимыми для того, чтобы привести всю эту историю к миру. А накануне Министерство иностранных дел Российской Федерации более конкретно сказала, поблагодарила, конечно, китайских товарищей, но сказала, что там нет положения, которое признает реалии территориальные. И подчеркнула, что с российской точки зрения любое мирное соглашение по Украине должно признавать новые территориальные реалии. Ну, понятно, это вот те территории, которые Путин еще не полностью оккупировал, но уже провозгласил российскими. А вот сегодня China Daily, это газета Компартии Китая, выходящая на английском языке, она с восторгом сообщила, что Россия приветствует мирное предложение Китая. Причем и инсайдер, которого я акцию только что вам рассказал, и China Daily, они все ссылаются на одно и то же заявление Пескова, но только обращают внимание на разные акценты. China Daily порадовалась тем, что Песков сказал, конечно, детали должны быть тщательно и глубоко проанализированы с учетом интересов всех различных сторон. Это очень долгий и интенсивный процесс. Но долгий и интенсивный, с моей точки зрения, должен означать, что его будут рассматривать бесконечно. Вернее, как, будут рассматривать до того, как произойдут решающие бои в Украине, весенне-летнюю кампанию, по результатам которых и станет уже более определенная позиция всех сторон. Но китайцы обращают внимание, что этот анализ документов призывает обе стороны конфликта согласиться на на постепенную деэскалацию и, что очень важно, предостерегает от применения ядерного оружия. И как сказали в Кремле, по словам China Daily, вот именно эти два обстоятельства, очень важных, которые Кремль усмотрел в этом документе, это постепенная деэскалация, а также отказ от применения ядерного оружия. Запомним это, потому что вот эти два положения, которые, по идее, должны предостеречь Китай от того шага, который бы мы все с вами очень бы не хотели. Это оказание летальной помощи России, которой ей нужно позарез, и по поводу которой сейчас идут ожесточенные споры. Намечает Китай это сделать, или же Америка просто перестраховывается. И все предупреждения, которые Америка делала до последнего момента, это все, так сказать, игра по худшему, по худшему варианту. Сообщая о том, что китайская сторона узрела приветствие, то есть очень позитивную реакцию Кремля на китайское предложение, China Daily в то же время отмечает. Очень важная вещь, что представитель, председатель комитета по иностранным делам, палаты представителей Майкл Маккол сообщил, что Соединенные Штаты могут отправить в Украине более современные системы вооружения, включая ракетные системы, большей дальности и даже истребители. Это вот, видимо, было сделано заявление в плане предупреждения и России, и Китая, что если из Китая последует помощь летальная, то тогда Америка откроет шлюзы для поставки своей техники по полной программе. Global Times, другой рупор Компартии Китая, призвал Соединенные Штаты прекратить распространение дезинформации о военной помощи Китая-России. В этой связи, значит, Министерство иностранных дел Китая обратило внимание прежде всего, значит, на те сообщения, которые в последнее время поступают из США. Источниками этих сообщений, вы, наверное, помните, были прежде всего госсекретарь Блинкин и директор ЦРУ Бернс, которые уже после того, как в пятницу президент Байден сказал, что он не видит особой угрозы и готовности Китая поставлять летальную, оказывать летальную помощь России, выступили эти два джентльмена и сказали, что они все-таки обеспокоены и есть серьезные основания этого опасаться. Китайская газета Рупор Компартии сообщает, что Соединенные Штаты разверзали фактически наступление на общественное мнение Китая, раздувая историю о том, что Китай якобы собирается поставлять оружие и боеприпасы в Россию. И это ужасно эти бесстыжие американцы делают в то время, когда Китай только что изложил свою позицию по мирному урегулированию так называемого конфликта в Украине. Ну, тут же китайцы обрушиваются с критикой на Салливана, на Бернса, которые предупредили Китай, что было бы очень плохой ошибкой, если бы, значит, Китай совершил, вот, начал оказывать эту помощь. Бернс выразил уверенность, что Китай все-таки рассматривает возможность предоставления летального оружия России. При этом, по словам газеты, и Салливан, и Бернс, и даже тот же Тони Блинкин признавали, что нет никаких доказательств реальных поставок летального оборудования из Китая в Россию. Правильно, их нет, и эти джентльмены об этом сказали, но есть у них опасения, основанные на развединформации, о том, что Китай рассматривает этот вариант. В этой связи официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвал в США прекратить распространение дезинформации и отменить санкции против китайских компаний. Насчет этих санкций мы пойдем дальше, поговорим дальше. Ну и эксперт по международным делам из Фуданского университета, которого цитирует газета, высказывает мнение, что Соединенные Штаты раздувают эту шумиху по поводу летальной помощи Китая в Россию, для того, чтобы оказать давление на Китай и принудить Китай занять оборонительную позицию, начать оправдываться, а также для того, чтобы найти козла отпущения за дальнейшее продолжение войны в Украине. А это уже борьба за мировое общественное мнение. Америки, по большому счету, должны вам сказать, это важно, но не критически важно. Китай, как я это вижу, вот читая их материалы в течение месяцев, Китай вышел из спячки после ковида и начал бурную активность и в области экономики, чтобы поднять ее из литургического сна. Ну и в плане дипломатии и пропаганды. Китай сейчас пытается использовать тоже последнее свое предложение, мирное, так сказать, план, для того, чтобы представить себя лидером незападного, всего незападного мира, который, в отличие от западного мира, миролюбивое государство, замечательное, энергичное, выступает за справедливость против однополярного мира, ну, в общем, за все хорошее, против всего плохого. А Соединенные Штаты, обвиняя Китай, выдумывая вот эти все истории, пугалки насчет поставки легальной, летальной помощи в Россию, пытается, значит, очернить светлый лик товарища Син Цзиньпина. Это Китай, значит, обвиняет Соединенные Штаты в кампании дезинформации. Одновременно газета «Эпок Таймс», которая занимается изучением, внимательным изучением американо-китайских отношений, сообщает, что, в свою очередь, что Соединенные Штаты, ну, не просто Соединенные Штаты, а высокопоставленные представители и законодатели, главным образом, республиканские партии, обвиняют Китай уже в дезинформации. по этому поводу составили слушания в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, но они не только по поводу дезинформации, они вообще о состоянии американо-китайских отношений. И там, значит, республиканские законодатели обрушились на ряд американских средств массовой информации, которые за деньги опубликовали интервью или статьи официальных представителей Китая в США, которых эти законодатели, республиканцы обозвали агентами влияния Китая. Ну, досталось кому? Досталось газете Вашингтон-Пост, который опубликовал платную рекламу, вообще все эти публикации в Соединенных Штатах. Ну, надо быть, я не знаю, кем вот во времена Холодной войны Советский Союз регулярно публиковал свои материалы, часто это были статьи посла Россия, Советского Союза в Вашингтоне Добрынина, и это стоило удовольствие ну, тогда где-то до 100 тысяч долларов за полосу Вашингтон-Пост. Сейчас, наверное, это стоит больше, не знаю, давно не публиковал, не в курсе, я шучу на всякий случай. Так вот, значит, все это вполне нормально, кроме наиболее одиозных случаев, когда, естественно, там никогда не будет опубликовано интервью Асада или другого, там, или Ким Чен Ира, Ина, Ким Чен Ина, простите. Ну вот, то есть республиканские законодатели обрушились на такие газеты, как Вашингтон-Пост, Лос-Анджелес Таймс, Файнэншел Таймс, Юэсэй Тудэй, особенно досталось журналу Тайм. Сообщается, что за полгода, вторую половину прошлого года, вот эти, Китай заплатил 1,2 миллиона долларов за вот эти публикации. Больше всего, чуть ли не половину, получил журнал Тайм за публикации, значит, китайской стороны. Что же китайская сторона ужасного там опубликовала? Самая ужасная там была история по поводу шаров. То есть китайцы сказали, что эти шары не были шпионскими, что американцы раздули эту историю. Чем должен сказать, что я до сих пор не видел с американской стороны никаких фактически приведенных данных со ссылкой на ФБР, которая занималась исследованием остатков обломков сбитых зондов или шаров. Не было ни одного заявления официального по поводу того, что там обнаружили шпионское оборудование. Но в целом американские высокопоставленные политики говорят, что это да, это было шпионское оборудование, а не устройство для метеорологических исследований. В общем, китайцы обвинили Соединенные Штаты на страницах американских изданий. Ну и законодатели Соединенных Штатов республиканцы этим крайне недовольны. По их словам, вся вот эта кампания в слушании в Конгрессе прошла по девизам Китаю, китайским коммунистам, КПК, коммунистическая партия Китая не заслуживает доверия. Это вот такая идет сейчас психологическая и пропагандистская борьба. Одновременно борьба идет на экономическом фронте. Поступили данные о том, как правительство США одобряет или не одобряет экспортные лицензии китайских компаний. Что такое экспортные лицензии? Китайские компании каждый год или каждый, по-моему, полгода подают заявку на получение лицензии на экспорт определенных видов продукции из Америки в Китай. Правительство США, в частности Министерство торговли, их рассматривает или утверждает, тогда китайские компании могут закупать эти товары, или же не утверждает и тогда не может. Так вот, за полгода прошлых эта война уже шла по полной масштабе в Украине, американцы отказали в утверждении или подтверждении примерно 30% всех лицензий, которые, значит, подали китайцы. Такого не было давно, очень давно, это очень много. И в основном, как вы понимаете, это касалось лицензии на экспорт или на импорт в Китай американских товаров, связанных с высокой технологией или товаров, которые могут иметь двойное назначение. Более того, значит, примерно 650 китайских компаний были внесены в черный список. И со всеми этими компаниями из черного списка вообще нельзя иметь никаких экономических, торговых и любых других отношений американцам. Из этих 600, примерно 50, примерно 150 компаний попали в список черных при администрации Байдена. И последнее включение, очередную группу компаний в этот черный список произошло в результате вот этого инцидента с шаром. То ли шпионским, то ли метеорологическим шаром. Все компании китайские, которые были причастны к его изготовлению, к запуску, были внесены в этот список. И вот китайцы сейчас апеллируют, это у них очень важно для них и политически, для их экономики, просят Соединенные Штаты в разгар вот этой психологической пропагандистской борьбы, просят Соединенные Штаты отменить. Ну, не то, что всех там исключить, но хотя бы какие-то санкции ослабить. Для них это чрезвычайно важно. Ну, и чтобы вы поняли, какой накал приобретает эта борьба, вообще, вот это психологически, идеологически, у меня пропагандистское, у меня такое впечатление, что вот такой накал я видел последний раз, ну, еще, еще, во времена Мао Цзэдуна, когда там стоял просто вой в Китае по поводу, ну, там, против Советского Союза, против Советского ревизионизма, американского империализма, этих двоих обвиняли еще в гигагоманизме, в общем, там такие словеса были, такой набор, поток слов шел из Пекина, который имел мало смысла, но звучал очень громко, у меня такое впечатление, что вот Китай это доходит примерно до такого же состояния, хотя и вот американские законодатели тоже добавили, добавили огня со своей стороны, так вот, Global Times, рупор Коммунистической партии Китая, длинную статью публикуют, которым обрушивается на американского посла в Пекине, в чем же он провинился, Николас Бернс, было заседание торговой палаты, и там, значит, присутствовал представитель американо-китайского торгового совета, и выступал там Николас Бернс, посол США, где он перечислил все претензии Америки к Китаю, там были и права человека, как вы сами понимаете, там и ковид был, потому что недавно, опять-таки, буквально на прошлой неделе в Wall Street Journal появилась статья о том, что ковид все-таки не естественным путем возник, а все-таки была утечка из китайской лаборатории, короче говоря, он высказался и по правам человека, и по поводу недосовестной торговой практики Китая, в общем, прошелся по всему тому, что газета характеризовала как темы, которые нельзя обсуждать, то есть, это табу, в смысле, в приличном обществе, на торжественном ужине, ежегодном, такие вопросы обсуждать нельзя, а вот посол Соединенных Штатов, значит, это сделал, и там они его калашматят в течение длительной достаточно статьи, и прямая угроза, ему следует типа прикусить свой язык, иначе он вылетит из Китая, как там один из его предшественников. Вот такая вот ситуация, господа, как вы видите, такого не было до сих пор, совсем еще недавно. Китайцы как бы шумную толпою китайские дипломаты кочевали по Европе и рассказывали западным дипломатам о том, что Путин крэйзи, то есть придурок, это было в ноябре, совсем недавно, и что все разговоры о бесконечном, безбрежном, без всяких границ сотрудничества между Москвой и Пекином, не надо удивлять, обращать на эти слова особого внимания. Затем пальмовая ветвь, протянутая Пекином, Вашингтоне, когда назначили американского посла Китая в Америке министром иностранных дел, и первое же заявление о том, что надо развивать отношения с нашими друзьями в Америке, и все это рухнуло вместе с вот этим шариком, зондом, то ли шпионским, то ли метео, и я вам говорил раньше, что это очень мне напоминает вот инцидент с У-2, с Гэри Пауэрсом на борту, сбитым в свое время 1 мая в небе над Свердловском. все смешалось в доме Аблонских, как писал классик, и вот на этом фоне проходит визит Лукашенко в Китай. Он должен начаться, я посмотрел китайские, посмотрел иностранные публикации, ничего нет, белорусских средств массовой информации у меня нет доступа, я их не мониторю, но вот что интересно, китайские, китайские СМИ, близкие Компартии опубликовали интервью с Лукашенко за где-то три дня до визита, где высоко отзывались о Лукашенко, почему высоко, потому что Лукашенко высоко отозвался от товарищей Си и о Китае как великой стране, которую никто уже не может остановить, вот те словеса, на которые покупаются китайцы, великая страна, которую никто не может остановить, это луч света в темном царстве, там воспевались, воспевался белорусско-китайский технопарк, которого назвали жемчужиной в короне вот китайского плана единый путь, единый пояс, много говорилось о товарообороте, который достиг более пяти миллиардов долларов, говорилось о том, что обе экономики дополняют друг друга, с удивлением я это прочитал, потому что нельзя, конечно, сравнивать китайскую экономику и белорусскую, в каком плане они дополняют, то есть, Белоруссия не может даже сыривым придатком быть для Китая, и интеллектуальным придатком, высокотехнологичным придатком тоже не может быть, вот в чем они добавляются, в чем белорусская экономика дополняет или может дополнить Китай и китайские интересы, вот в чем большой интерес, вопрос для меня, ну и потом такая, буквально одно предложение, естественно, будут рассмотрены в ходе встречи, в ходе визита Лукашенко будут рассматриваться вопросы, которым приковано внимание всего мира, ну понятно, война, война в Украине, подчеркивается, что Беларусь, вот у Китая есть ближайший союзник, ну про Россию тут много не говорилось, у Китая есть, как называют в Пекине, железный союзник, этот железный союзник Пакистан, почему он железный союзник, потому что он враг, смертельный враг Индии, а Китай с Индией, то есть получается, враг моего врага, это мой теперь железный союзник, Беларусь теперь железный тоже, вместе с Пакистаном железный союзник Китая, это было где-то три дня назад, сегодня должен начаться визит, я не слышал, чтобы его отменили, и ни слова, и ни слова ни в одной китайской газете по этому поводу, но подчеркивалось, вот, оценивая предстоящий визит Лукашенко, подчеркивалось, что китайско-белорусские, а также китайско-российские отношения строятся на основе неконфронтации, отказа от союза и альянса, направленного против любой третьей страны, то есть, вот из этого я читаю и на основании предыдущих основных тем идеологической, психологической, пропагандистской борьбы по поводу того, что одна сторона другую обвиняет в том, что она собирается поставить летальное оружие России, так говорить, ни в коем случае, но вот здесь говорится, неконфронтация, отказ от союза, ненаправленность против третьих стран, то есть, где тут, я не вижу, где тут, вот во всем этом Китай может открыто оказать летальную помощь Российской Федерации, причем, эта помощь должна быть масштабной, не просто там поставить какую-нибудь сотню дронов, а очень серьезно, об этом я упомянул дальше, продолжаю, значит, цитату, это посылает миру четкий сигнал о том, что Китай развивает все двусторонние отношения со своими партнерами, на основе общих интересов, а также целей, принципов, закрепленных в уставе ООН. Один из основных там принципов, принципов, неприменения силы в международных отношениях, отказ от агрессии, это то, что нарушила Российская Федерация, напав на Украину, вероломно напав на Украину, и теперь, если Китай пойдет на оказание помощи, летальный Китай присоединится к этому агрессору, что по идее будет противоречить всему внешнеполитическому стратегическому курсу китайского руководства на сегодняшний день. Дальше, значит, китайская печать сообщает, что вступив в 2023 год, то есть, выйдя из ковида и начав бурную деятельность, как в экономике, так в дипломатии, внешней политике, Китай приветствует участившиеся политические, дипломатические контакты с другими странами. В частности, после Лукашенко в Пекин должен прибыть Макрон. Это должно состояться уже в апреле месяце. Затем, где-то в мае, в июне, должны туда прибыть Шарль Мишель и Урсула Онбер Ляйен. И китайцы с очень большим интересом это ждут. Китайцы не могут потерять экономические отношения с Европой. То, что Соединенными Штатами это плохо, санкции и так далее, но отношения экономические с ЕС это уже смерти подобные. И китайцы об этом в принципе открыто говорят, но в то же время они гонят волну, что и для Европы это будет страшный удар. Вот они провели исследование, что если произойдет рассоединение в экономических отношениях между Китаем и Германией, то есть прекратится сотрудничество всякое, то Германия это будет стоить, обойдется в 1%, в потерю 1% ВВП Германии. Китай, правда, не говорит, во что это ему обойдется, но ему это обойдется, если взять санкции Соединенных Штатов плюс разрыв экономических торговых отношений с Европой, то есть у Китая не остается никакого источника для получения высоких технологий. Поэтому ему очень нужен, очень нужен успешный визит, то есть они посчитали, что визит Шольца был хорош, очень хорош, но после этого эти отношения несколько испортились подозрениями о том, что Китай будет поставлять оружие России. Теперь у них надежда сохранить нормальные отношения, более-менее нормальные отношения с Германией и улучшить отношения с Францией и вообще с Евросоюзом. И вот это должно произойти апрель Макрон и потом май-июнь это Шарм-Мишель и фон И вот насколько я понимаю визит Лукашенко помимо разговоров там о двустороннем экономическом сотрудничестве есть у меня нехорошее подозрение, что там может решаться вопрос о использовании Беларуси в качестве промежутка промежуточного трата звена в передаче какого-то оружия Российской Федерации. В частности на задворках интернета мне говорят я не хожу в Телеграм ничего там не читаю потому что ну там отличить вымысел от правды невозможно я только знаю что там активно орудует спецслужба Российской Федерации поэтому опять-таки за принимать за зачастую монету что там публикуется нельзя но некоторые так сказать кусочки информации или элементы мозаики информационной они вписываются в общую логику развития событий так вот там появилось сообщение что белорусский ВПК якобы белорусский ВПК организует серьезное серийное производство беспилотных летательных аппаратов и как-то это странно совпадает с визитом Лукашенко если Лукашенко еще там и визит не закончился а уже есть сообщение то есть получается может возникнуть подозрение что договоренность о строительстве какого-то там предприятия этого ВПК по производству дронов было достигнуто в принципе до визита Лукашенко и достигнуто основательное так сказать уверенное договоренность твердое но дело в том что судя по развитию событий просто дроны для России сейчас это недостаточно американские военные аналитики я вот сегодня посмотрел ознакомился высказывает большой скепсис по поводу того что Россия способна на дополнительную масштабную мобилизацию при этом они ссылаются на данные на специфику демографического демографической ситуации в России и там вот вот этот сегмент или страта населения от 15 лет до 19 ну из них нас привлекает главным образом 18-19 лет призывной возраст то есть это самая маленькая группа населения из вплоть значит из всего остального вплоть до пенсионного возраста где-то начиная с 65 лет а 65 лет вы знаете в России это уже все часто это конец жизни 65-70 то есть если взять живое мужское население Российской Федерации то получается что вот эти 15-19 лет их меньше всего из движущего и живущего мужского населения в стране поэтому получается что и это да и это вот эти данные это были еще до того как Путин начал вот эту так называемую частичную мобилизацию то есть вывод американских аналитиков в том что рассказы разглагольствования некоторых представителей России что у них неисчерпаемые ресурсы людские они написаны вилами по воде кроме того оказывается есть сведения которые указывают на то что у России ну если не катастрофическое это очень тяжелое положение с артиллерией это то что у них бог войны это то на чем они выезжали до сих пор потому что всего остального у них практически нет ну вот во время военных действий в Украине они это не показали ни авиации ни бронетанковые успехи вот из пушек заряжай пуляй заряжай пуляй теперь оказывается что снаряды у них действительно на исходе это для снаряды для систем залпового огня и для ствольной артиллерии производство не успевает за темпами их расходования а расходование упало как вы наверное знаете причем значительно по сравнению с тем что имело место в начале агрессии и производство их наталкивается не то что производственных мощностей не хватает пороха нету великой стране второй армии мира сильнейшей экономики военно-промышленного комплекса но вот серьезные проблемы с порохом что касается ствольной артиллерии то значит новейшие системы там ракеты они производятся в крайне незначительных масштабах в количествах в связи с санкциями то есть видимо там необходимы какие-то чипы или еще что-то их производство в связи с санкциями затруднено и падает а что касается артиллерии времен второй мировой войны то стволов для нее стволы изнашиваются новых в наличии нет и производить тоже нечего короче говоря складывается такая ситуация когда для то есть есть вот такая точка зрения что Россия практически обречена на неуспех в эту весеннюю летнюю кампанию опять-таки я предостигаю предостерегаю не подаваться шапкозакидательским настроением просто я вам делюсь той информацией которую я считаю следует иметь в виду то есть переоценить врага это такой же недостаток как и недооценить врага переоцени врага ты обрекаешь себя на более пассивную ситуацию менее активную и агрессивную чем ты мог бы занять и быстрее его победить вот для этого я ему говорю так вот значит есть большие сомнения что в настоящее время Россия успеет ну сам факт что они не использовали вот это окно возможности вот эти 10 дней до сегодняшнего числа это было вот действительно их окно возможности пока Украина не получила еще в значительной степени всю помощь которая к ней сейчас идет с запада и Россия не смогла это использовать потому что трудности у нее такие трудности что нечего 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 и лезть в атаку а когда Украина получит все что ей поставят то тогда ситуация будет совсем плоха так вот чтобы чтобы вообще держаться России необходимо массированное ну просто массированное военное помощь так на уровне ленд-лиза как во время второй мировой войны приехали поэтому вот в этом для меня и заключается основной смысл визита Лукашенко и я с большим беспокойством за ним наблюдаю а также за теми процессами которые потом будут происходить на территории Белоруссии поэтому вот подводя резюме всего что я изложил сегодня хочу значит вкратце повторить что я только что сказал что в России очень большие демографические проблемы раз затем что сужает ее возможность бесконечных мобилизаций больших количествах затем большие трудности с обеспечением техники причем самой важной военной техники на котором вся стратегия российских ВС держится это артиллерия в этой связи вся надежда России это на массированную военную помощь Китая Китай Китай с моей точки зрения он разыгрывает путинскую карту он разыгрывает Путина как шестерку в игре против соединенных в игре карточной игре с Соединенными Штатами Америки именно как шестерку Китаю сейчас хорошо бы иметь нормальные экономические отношения и с США и с Европой в послековидный период когда надо восстанавливать восстанавливать экономику и жертвовать тут вот на чаши весов с одной стороны экономические вопросы и проблемы Китая они серьезные в самой стране с другой стороны это наполеоновские геостратегические проблемы вопросы стратегии мирового масштаба вот что главное для Си Цзиньпина вот в чем вопрос для Китая сейчас как я это вижу главное это информационно пропагандистская борьба в мировом масштабе реклама своего мирного плана позиционирование как страны которая как они тут обозвали молодая страна которая как луч света в темном царстве значит должна объединить весь здравомыслящий мир который страдает от гегемонии другой державы Соединенные Штаты Америки вот все брошено все брошено именно на это заигрывает Китай с Европой просит Соединенные Штаты убрать снять санкции с предприятий китайских и вот в этой ситуации пойти вдруг сейчас договориться и открыть шлюзы массированной военной помощи России я как-то все может быть но в логику просто западного человека вернее человека западной все-таки цивилизации кое я себя отношу я я не восточный человек говорят восток дело тонкое но я не вижу здесь вариантов чтобы Китай вот пошел на оказание той массированной военной помощи России типа ленд-лизы который ей нужен позарез поэтому будем следить за результатами визита Лукашенко ну и дальше что произойдет с Российской Федерацией и последнее что я хотел бы сказать значит заметно вот очень сейчас заметно что Китай падок налезть он очень благодарно реагирует на любую позитивную оценку своего плана поэтому я думаю что был бы очень хорошо кстати Зеленский президент Зеленский уже высказал заинтересованность встретиться с товарищем Си и сказал что в этом плане что-то есть я думаю что есть все все есть смысл глубокий смысл в том чтобы эта встреча состоялась но даже до того как она состоится нужно сейчас нужно сейчас застолбить место сделать какое-то серьезное заявление допустим я бы ну да пофантазирую конечно сделать какое-то серьезное заявление от имени это должен быть институт не Рахамия должен делать это а институт коим является Министерство иностранных дел сделать заявление о том что в китайском плане есть очень глубокие и заслуживающие самого пристального внимания положения. И эти положения касаются необходимости выполнения хартии и принципов организации объединенных наций и прежде всего такого принципа, как неприменение силы в международных отношениях и территориальная целостность. Потому что, вот я бы рассказывал, когда мы анализировали китайский этот план, или не план, а позиционную бумагу, этот документ, там эта территориальная целостность одним предложением в этом зарыта в 12 пунктах, в 12 больших параграфах. И дальше ни в одном китайском, значит, китайской статье в средствах массовой информации, приближенных к КПК, ни в китайских статьях, в которых говорится о позиции России, там или Беларуси, нигде этот принцип не упомянут. Поэтому имелось бы смысл сказать, что самый большой интерес представляет приверженность организации объединенных наций, сотрудничество равноправия, бла-бла-бла-бла, включая важнейшие принципы неприменения сил в международных отношениях и территориальных целостности. И застолбить это. И это поставит Китай в стойку. То есть, они сейчас апеллируют ко всему незападному миру, пытаясь представить себе страну миролюбивую. Вот надо на это и бить. Ребята, вы же сказали о миролюбии. Ну, так давайте о нем и поговорим. Потом мы будем говорить о оси зла, там, Америка, НАТО, там это другое. Давайте говорить о миролюбии на основе устава ООН. Я думаю, что китайцы должны клюнуть на это дело. И если они установят такой контакт, тем более с Зеленским, потом, ну, я не представляю, как у них рука подымется, оказывать после этого массированную военную помощь России. То есть, они разрушат все те усилия, которые они сейчас предпринимают для создания себя этакого светлого, лучезарного облика во всем мире. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить свое видео сегодняшнее. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, здоровья и уверенности в том, что мы победим. До новых скорых встреч!